Какие города присутствуют на нашем прямом эфире? Пожалуйста, ответьте в чате. Пока я буду давать информацию, я также попрошу всех выключить микрофоны, внимательно слушать и по ходу моего рассказа, по ходу информации, писать ваши вопросы там же в чате, чтобы потом во время паузы, перерыва было удобно на них отвечать. По окончании материала, подачи материала, у нас с вами будет время поговорить, обсудить те моменты, которые вас интересуют, вживую поговорить. То есть живой разговор, это всегда очень интересно, да, как для вас, так и для всех участников. Ну что, приступим, да? Итак, тема «Скорая помощь Вивасам». Наверное, у нас здесь присутствуют не только знатоки, мои коллеги, но я думаю, надеюсь на то, что люди новые, может быть, мало знакомые с нашей продукцией. Поэтому в основном, конечно, я буду обращаться к вам. Ассортимент продукции Вивасам у нас довольно большой, довольно большой, несколько сотен наименований. И порой человеку бывает новенькому сложно сориентироваться, на чем остановить изначально свое внимание, что ему необходимо иметь постоянно дома под рукой, есть ли какая-то опасность или противопоказание использования того или иного средства. И вот сегодня мы поговорим именно о тех продуктах, которые могут нам оказать незамедлительную порой помощь. Хотя бывает, что мы сталкиваемся с болячками, которые, ну, невозможно, да, их устранить в один момент. Даже в один день. Но сутки, двое, трое суток в ряде случаев мы тоже можем называть скорой помощью. Прежде всего я хочу поговорить о наших, конечно же, эфирных маслах и множестве средств, основанных, да, в составе которых имеются эфирные масла. Почему так? Да потому что именно эфирные масла, как я уже неоднократно говорила в своих предыдущих прямых эфирах, наиболее быстро попадают внутрь клетки любого органа. Конечно, речь идет о маслах самого высокого качества, о премиальных, так называемых премиальных эфирных маслах, стопроцентных эфирных маслах, высокой степени очистки, тех маслах, которые могут применяться даже детьми, пускай в ограниченном ассортименте, но даже детишками. Потому что есть масла эфирные, которые используются даже в родильных домах Швейцарии. Это масла чайного дерева, лаванды, розы, жасмина. Поэтому мы говорим именно о тех вещах, которые проверены временем, проверены настоящими специалистами, аромотерапевтами, фитотерапевтами. Швейцарии, нашими европейскими коллегами, с которыми мы сотрудничаем уже не один десяток лет. Итак, с чего мы начнем? С каких ситуаций, когда скорая помощь в Вивасан реально спасает, спасает человека? С чем мы обычно сталкиваемся в быту, скажем так? Допустим, ожоги. Очень распространенное явление. Случайно что-то на себя опрокинул, дотронулся до чего-то горячего. Схватился за какую-то горячую сковородку или кастрюльку, не защитив руки. Ну или, конечно, в худшем случае обварился кипятком. Это может случиться даже с маленьким ребенком. Мамы часто теряются в таких ситуациях. Но те, кто знаком с нашей продукцией, знают, что у нас есть вот такая палочковая ручалочка, эфирное масло лаванды. Эфирное масло лаванды относится к тем маслам, которые можно наносить на кожу и даже слизистые в неразбавленном виде, без базового масла. Базовое растительное масло, ну, у Вивасана это жужоба, авокадо или органа, а так, в принципе, любое растительное масло. Так вот, лаванду можно наносить в чистом виде, если это требуется. И даже при сильных ожогах, сильнейших, с большой поверхностью поражения, можно сразу же буквально ожог заливать лавандой, если, конечно, она есть под рукой. Вокруг ожога ткани мы обрабатываем кремом календула, вокруг ожога. Бывают случаи, когда ожоги, ну, довольно серьезные, да, с глубоким поражением, и бывает некроз тканей. С этим работают врачи в ожоговых центрах и так далее. Но даже в этом случае на повязку мы рекомендуем капать масло лаванды. Лаванда будет обезволивать, это раз. Лаванда будет работать противовоспалительно, это два. И в-третьих, лаванда дает быструю регенерацию тканей. То есть гораздо быстрее пойдет заживление, и по своей практике я могу это вот со всей ответственностью заявить, что потом на теле не остается никакого следа от ожогов. Такие случаи бывали в моей практике неоднократно. Ожоги лица, ожоги тела. С серьезными поражениями и с больницами. Дети хорошо воспринимают лаванду, и поэтому здесь никакой опасности нет. Если человек получает солнечный ожог, ведь не обязательно это там каким-то кипятком, горячим маслом или горячим предметом можно обжечься. Бывают солнечные ожоги, тогда, конечно, это у нас крем-календула, еще у нас есть лосьон-календула, и рекомендуем в любом случае добавлять масло лаванды. Процесс пойдет гораздо быстрее. С какими еще ситуациями мы сталкиваемся в быту? Обезболивание. Чаще всего это головные боли, зубная боль, которая доставляет очень много неприятностей, боли в области живота, желудочно-кишечного тракта, боли в суставах. Но это вот наиболее распространенные виды боли. Что мы здесь используем? Вот просто я сейчас спектр эфирных масел назову, а потом уже остановимся на каждом случае отдельно. Мы используем гвоздику, чайное дерево, мяту перечную. Вот если кто-то не видел, вот гвоздичное масло, тоже стопроцентное. Чайное дерево, наша аптечка большая. Мята перечная, лаванда, герань, розмарин. Мы используем в ряде случаев вот такой бальзамчик, альпийские травы. Здесь большая концентрация очень многих эфиров, 33 эфирных масла. Часто мы, ну не часто, но довольно-таки часто используем вот такой вот тонус лосьон, roll-on в некоторых случаях. В основном это касается, конечно, головных болей. Если у человека заболела голова, значит, можно взять вот этот бальзамчик. Здесь его вообще полный, но у меня тут немножко осталось. Его нужно совсем-совсем чуть-чуть массировать в височную область. Можно, и я всегда рекомендую затылочную область, вот линия роста волос, вот эти точки. И под носом намазать, чтобы подышать вот этими эфирами. Обычно это очень хорошо помогает. Также вот такой лосьон roll-on им смазывают виски и тоже под носом наносят. Хорошо работает против головной боли. И, конечно, те, кто знаком с эфирными маслами, частенько используют эфирное масло мяты. Как его использовать? Дело в том, что оно очень сильное, оно резкое для восприятия. И если уж мы говорим о нанесении на виски, то здесь даже не капля нужна, а просто полкапли. То есть буквально не выливать вот так капельку, а чуть-чуть вот дотронуться пальцем до пипеточки. Распределить и втереть в височки, чтобы пары мяты не попали на слизистую, не было раздражения. И хорошо также нанести на область шейно-воротниковую вот сюда. И я практиковала легкий массаж головы с эфирным маслом мяты. Одна-две капли на пальчики, и буквально пару минут вы втираете в голову. Все, головная боль отступает. Если человек столкнулся с зубной болью, чрезвычайно неприятный момент. И понятное дело, что не всегда есть возможность тут же побежать к врачу. Здесь спасает эфирное масло чайного дерева, эфирное масло лаванды. Два масла, которые мы можем наносить прямо на слизистые рядом, где-то с больным зубом или прямо на болезненное место десны. Повторять эти процедуры можно неоднократно в течение дня. Я вас заверяю, что боль уходит, потому что уходит воспаление. Вообще, что такое боль? Эта боль вызывается любым воспалением. Будь это зуб, будь это сустав, будь это мягкие ткани, будь это какие-то внутренние органы. Какой-то процесс, который вызывает воспаление. И следом идет боль. Ну вот головная боль, она бывает, есть такая головная боль напряжения. Она бывает от психологического такого психического напряжения возникает. Но мы сейчас говорим о зубной боли. То есть вот такие вещи. Если, допустим, выпала пломба и там обнаженный нерв и болит зуб, значит, мы делаем ватную турундочку, пропитываем ее каким-либо эфирным маслом и вставляем в это дупло. И есть у нас еще одно масло, которое используется широко в медицинской практике. И много аптечных средств имеют ее в своем составе. Это эфирное масло гвоздики. Но вот это масло в чистом виде, конечно, не используется. Я рекомендуем брать небольшое количество базы. Туда буквально одну-две капли масла гвоздики. И также можно смазывать болезненные места, либо делать турунду с этим маслом. И вот я должна сказать, что чайное дерево и масло гвоздики, почему они еще, мы говорим, быстро обезболивают? Потому что в их составе есть компоненты, родственные анестезии. Именно не просто анальгетиком. Вот таблетку глотнул, да, боль ушла. А похоже, вот ощущение такое, что сделали обезболивающий укол. Как замораживается вот эта область. Поэтому чайное дерево мы используем при нанесении на разные зоны тела в случае болезненных каких-то состояний. Ну, а гвоздика, конечно, это часто именно в стоматологии. Всем все понятно? Вопросы есть? Смотрите, если зубная боль у ребенка, работаем точно так же. Те же самые масла. Чайное дерево, лаванда. Если ребенок не такой уж маленький, значит, старше трех лет, там тоже гвоздику мы применяем. Но это не исключает, конечно, в дальнейшем поход к врачу. Часто мы сталкиваемся с тем, что простуда начинается с боли в горле. Да, то есть опять вот мы и говорим о болях. Боль в горле. Ребенок или взрослый ощущает неприятное состояние, которое может наступить прямо резко. Вот буквально 10 минут назад ничего не болело, и вдруг резкая боль в горле начинается. Это сигнал, на который нужно реагировать сразу. Сейчас множество вирусов, и мы не можем как бы, да, смотреть, долго наблюдать, а как пойдет развитие, а что будет дальше и так далее. Что мы используем в этом случае? Значит, это наша компактная аптечка. Экстракт грибфрутовых косточек на растительном глицерине. Сильнейшая концентрация. Используется он всегда капельками. Там внутри есть пипетка, экстракт густой. Разводим его в воде. Естественно, это полоскание горла. Дозировки могут быть разные. Есть он с горечью, есть без горечи. Если он без горечи, то значит мы используем двойные дозировки. Но, в принципе, это вот на стакан воды 5 капель, даже 4 капли можно. Это более чем достаточно и ребенку, и взрослому. Но я хочу сказать, что любые полоскания, хоть с экстрактом грибфрутовых косточек, хоть с эфирными маслами, нужно делать часто. Каждые полтора-два часа. Конечно, это хлопотно, но зато мы избавляем себя от многих проблем в кратчайшие сроки. И начинаем сразу пить внутрь экстракт грибфрутовых косточек. Дозировки, опять же, разные. Смотрим по состоянию человека. И ребенку мы тоже даем так же точно экстракт грибфрутовых косточек, разведенные в водичке. Пить. Эфирные масла. Мы можем чередовать полоскание грибфрутовой косточкой или эфирными маслами. Бывает так, что человек говорит, мне неприятно полоскать, я лучше выпью. Но полоскание необходимо. Бывают быстро образуются гнойнички на миндалинах, так называемые гнойные пробки. Очень быстро развивающаяся инфекция. Так вот, в этих случаях мы используем так же масла чайного дерева, шалфея мускатного, пихты, масло пихты, эфирное масло 33 травы. То есть здесь вот такой же рецепт, скажем, такая же рецептура, как в этом бальзамчике. Только здесь твердое масло ши в основе, да, кремообразная структура. А здесь жидкое вот масло 33 травы, здесь 33 эфира. И здесь, как вы видите, большой флакон, 50 миллилитров его надолго хватает. Это универсальное масло называется, да. Вот те же самые полоскания с эфирными маслами. Но мы знаем, что полоскание в любом случае нам понадобится эмульгатор, вещество, которое разведет эфирное масло в воде. Это, как правило, соль. Иногда мы добавляем к соли еще соду. То есть вначале мы капаем на соль, а потом разводим в водички. И здесь нам нужно, ну, тоже там на полстакана воды где-то 2-3 капли эфирного масла. Сейчас я вот найду еще эвкалипт еще. Вот, да, очень важное масло, которое нам помогает в этих случаях, масло эвкалипта. Также полоскания частые, что детьми, что взрослыми. И если появился гной, уже помимо боли появился гной, то мы можем чайным деревом, лавандой и пихтой, вот этими тремя маслами, работать в чистом виде. Вот пихта в этом случае присоединяется к этим двум маслам, которые можно наносить в чистом виде даже на слизистые. То есть мы можем, ну, взять ватную палочку, пропитать эфирным маслом и обработать глубоко в горле, обработать миндалины. Делать это тоже несколько раз в день. Я вас убираю, за сутки-двое гнойные пробки все уходят. После этой процедуры, конечно, нельзя пить, нельзя есть. Нужно, чтобы эфирные масла работали там, да. Следующий случай, касающийся, опять же, респираторно-вирусных инфекций. Что еще мы используем? Высокая температура. Бывает так, что без каких-то даже других симптомов просто высокая температура. С этого начинается. Экстрагрифрутовых косточек, которые мы пьем уже в больших дозировках. Когда очень высокая температура, одна капля на килограмм веса в день. И делим на несколько приемов. Но это при очень высокой температуре. При температуре как бы 37 с небольшим, до 38, здесь будут дозировки гораздо меньше. Также мы пользуемся жаропонижающими смесями из эфирных масел. Разводим их в воде без эмульгатора. Вот масло 33 травы, масло эвкалипта, масло лимона, масло лаванды. В любых сочетаниях, или одно, или несколько. Разводим 10-15 капель на пол-литра воды. Берем небольшое полотенце или салфетку и начинаем протирать тело с ног до головы. Делаем это тоже каждые полтора-два часа. Температура снижается, повышается, снижается, повышается. Но в течение суток этот процесс можно либо полностью купировать, либо с высочайшей температуры уйти, скажем, на 37,5-37,8. То есть это тоже скорая помощь. Мы не используем аптечные жаропонижающие средства. Масла попадают также в кровь, в лимфу и начинают свою работу в организме. Если, опять же, вот боль в горле, что мы рекомендуем, дети очень любят. В усиленных даже концентрациях можно, в смысле дозировках, не концентрациях, дозировках, использовать ацеролу. Это натуральный витамин С. Это никакая не ацетил, салициловая кислота. Натуральный витамин С в совершенно сумасшедшей концентрации. То есть 50-80 раз больше, чем в цитрусовых. Без, причем вреда для слизистых желудочно-кишечного тракта. То есть если показано там взрослому человеку 3 штучки в день, здесь можно уже и 8 штук в день спокойно применять. Ну и ребенку, соответственно, если одна штучка в день, то в данном случае 3 штучки в день, и это рассасывается. Также великолепно работает как детокс, как снятие интоксикации. Наше питание, наша морская соль и овощной бульон. Как мы ими пользуемся в этом случае? Разводим в воде. Бульон понятно, что в воде разводится, а вот морская соль не все это знают. Морскую соль мы разводим на вкус, сколько там человеку как нравится. Разводим в горячей воде, ну такой, чтобы можно было, естественно, пить это. Сильно теплый бульон должен быть. И небольшими количествами, может быть, по нескольку глоточков, несколько ложечек, или человек сразу хочет выпить там, допустим, полстакана. Но вот в течение дня пить, пить и пить. То есть будет помогать также снижать температуру и выводить токсины быстро очень из организма. Это уже через желудочно-кишечный тракт. Вот такие как бы простые довольно рецепты, но они работают великолепно. Наталья, можно добавить? Вот при гнойной ангине отлично работали. Раньше даже два масла, пока у нас не было пихты. Это лаванда и чайное дерево. Иногда на второе и третье полоскание уже выходили гнойные пробки. И это было неоднократно. Вот как бы проверено 100% на многих. По одной капельке на одну-три чайной ложки соды. Все очень просто. Да, все правильно. Еще вот такой рецепт тоже, как жаропонижающее и дезинтоксикацию проводим. Это смесь эфирных масел. Чайное дерево, лимон и эвкалипт в равных пропорциях. Накапываем в какой-то флакончик, допустим, 10 капель каждого масла. Получается такая смесь. И раза три в день рассасываем с медом по 2-3 капли вот этой смеси. Рассасываем медленно во рту. Потому что под языком у нас очень важные рецепторы. И сразу эфирные масла попадают в лимфу, минуя желудочно-кишечный тракт. А лимфосистема, как мы знаем, напрямую связана с иммунной. Почему часто жалуются, ну не часто, но бывают случаи, когда жалуются на воспаленные лимфоузлы. Потому что лимфоузлы реагируют вообще на воспаление разного рода любых органов. И если иммунная система не справляется, не выводит, идет застой лимфы, он идет именно в лимфоузлах. Эти лимфоузлы реагируют воспалением, набуханием. Это могут быть и подчелюстные, и подмышечные, паховые. Вот это наиболее распространенные. И вот рассасывание именно под языком такой смеси дает великолепный эффект. Но можно также делать полоскание, то есть болтыхать во рту смесь эфирных масел. Ну из того ряда, что я назвала, да, на базовом каком-то масле, допустим оливковом. То есть человек держит во рту, вот как бы рот сам получит, не горло, а во рту их держит, да. И потом выплевывает, потому что там уже слюна накопилась, все это нужно выплюнуть. То есть пару минут, пару-тройку минут подержать во рту и потом выплюнуть. Но эффект будет очень сильный. Это рекомендации нашей вот дорогой, любимой всеми Александры Кожевниковой. Спасибо, Наталья. А есть у нас здесь новички? Поставьте, пожалуйста, единичку. Вот те, кто с телефона и не так давно в Zoom, внизу есть чат. Либо три точечки нажимаете. Посмотрите, пожалуйста. Напишите единичку, если есть новички, которые не так давно вивасан. Либо еще не вивасан, а вас только пригласили. Вот, есть Оксана. Отлично. Оксан, что вам интересно больше? Для детей, для взрослых, вот что вы услышали интересное о скорой помощи? Что бы вам хотелось узнать? Напишите, пожалуйста, все, вот какая тематика вам при скорой помощи больше понравилась. И кто что на себе проверял. Потому что вот насчет лаванды, я согласна, полностью отлично работает. Когда маленькие ожоги я проверяла, это да. Да, я помню, когда-то я была в поездке, мне звонит ребенок, горящая сковородка проехалась по ноге, что делать? Ну, благо, он почти с рождения с маслами, он быстро нашел лаванду, прям вылил себе ее на ногу. Ну, представляете, да, когда это раскаленная сковорода и полностью по ноге. Пока я приехала, через часа 3-4, я просто была в другом городе, на ноге уже не было ничего. Если бы не лаванда, то это была бы не нога, а сплошной волдырь. И когда все полностью прошло, краснота, конечно, была, но это все быстро ушло и все было отлично. Вот здесь руку Галина Манукова, по-моему, не знаю, как правильно фамилия, чтобы не ошиблась я. Держит, вы подняли руку, вы хотите что-то спросить или случайно нажали? Наталья, здесь был вопрос, сейчас прочитаю. Подскажите, пожалуйста, трофическая язва, как последовательно уменьшать площадь? Ну, вообще-то это как бы не относится к нашей теме, потому что это не скорая помощь. С трофическими язвами эта работа длительная. Давайте уже отдельно, можете написать мне в личку, запишите мой номер 8 928 121 9779. И я вас проконсультирую, потому что с трофическими язвами я тоже неоднократно сталкивалась. Но это не скорая помощь совсем. Сейчас мы говорим именно о скорой помощи. То, что может помочь в данную минуту, в данный конкретный день. Буквально, то есть очень быстро убрать проблему, которая медициной убирается длительно. Вот раз таких особых вопросов нет, подскажите из масел, какой основной, знаете, как аптечку можно составить? Ну, мы уже, у нас тема была аптечка, да, Вивасан. Конечно, это чайное дерево, это лаванда. Да, ну, обычно мы говорим лимон, но я еще рекомендую мяту и фенхель. Вот, ну, мне сложно как бы на одном масле остановиться, понимаете, потому что вот, ну, как бы, хотя вот чайное дерево, оно и при ожогах спасает, и при укусах насекомых, о которых вот я сейчас буду говорить, да. То есть разные-разные состояния, привести в чувство там у человека какое-то головокружение, тоже это чайное дерево, и вместо антибиотика. И, кстати, у меня, значит, одно время был такой интерес большой к чайному дереву еще почему. Столкнулась с этим укусы, ну, вот, бродячих собак, скажем так. Так вот, оказывается, применяя наружно чайное дерево, если укусила какая-то бродячая собака, применив его сразу наружно и внутрь, ну, в несколько приемов, можно обходиться без укола от бешенства. То есть это заявлено врачами, не мной. Реально вот так, реально вот так. Поэтому, ну, как бы, первое, если человек говорит, вот одно масло, вот могу взять одно, да, чайное дерево, потому что не могу сказать, что абсолютно при всех, но при разных, самых разных. Дети, взрослые, мужчины, женщины, воспалительные, там, мочеполовые какие-то проблемы, быстро что-то убрать, вот, ну, вот таким образом. Головную боль, ну, не уберет, но, скажем, при болях в суставах используем тоже. Вот, кстати, я сейчас говорила, укусы насекомых. Ведь это же тоже нужна скорая помощь. Чаще всего мы сталкиваемся с укусами комаров, но бывают и пчелы. И вот бывают даже, кстати, довольно часто, сейчас ведь много аллергиков, и такие укусы частенько вызывают аллергические реакции. Набухание местное, да, покраснение, набухание, шишка появляется такая, инфильтрат прямо. Помимо зуда, помимо зуда, да, вот чешется, то есть очень неприятно. И детки расчесывают, это неприятно. Конечно, вот бальзам альпийские травы спасает, одно-два нанесения, и все это уходит. Либо под рукой есть масло 33 травы, также работает. Либо вот чайное дерево, та же лаванда, это прямо в чистом виде, без всякого разведения местно на кожу. Вот, ну, если говорить о других вещах, гвоздика, мята, розовое дерево тоже помогают. Но здесь уже как бы осторожненько, и я рекомендую разводить, либо в креме каком-то, либо в базовом масле. Вот, что еще? Вот, кстати, мы не коснулись еще проблем желудочно-кишечного травта. И здесь тоже порой бывает нужна скорая помощь. Согласны? Я думаю, согласны, да. Ну, вот неприятный такой момент, как изжога, допустим, которую нужно быстро убрать, да. И не все знают там сода, не сода, но еще что-то не все готовы это применять. Или минералка есть, нет, под рукой. И так далее. Нас спасают масло базилика, мяты для применения. То есть за один раз приема внутрь на сахар, мед, молоко или кефир, да, мы используем буквально одну каплю эфирного стопроцентного чистейшего масла. Запиваем, конечно, водой, естественно. В данном случае нам не нужно, чтобы это оставалось во рту, там, да, как при болях, там, в горле, там, или зубной боли. Вот, если нам нужно работать через кишечник, значит, мы, конечно же, запиваем водой. Вот, и достаточно одного приема, одного из этих масел, и приступ изжоги будет снят. Но желудочно-кишечный тракт, как мы понимаем, это большая система. И, наверное, у нас нет ни одного человека, в принципе, у которого бы хоть когда-то не беспокоили какие-то проблемы острые с желудочно-кишечным трактом, да. Но я имею в виду именно острые, да, когда скорая помощь нужна. Чаще всего сталкиваемся с разными отравлениями. Может быть, пищевыми там, да, чаще всего. Какая-то несвежая пища, плохое переваривание пищи, невосприятие какой-то пищи, да, и так далее. Очень много консервантов, химии различной в пищевых продуктах. Поэтому, ну, да, частенько такой вопрос у нас возникает. И вот при отравлениях мы используем экстрагрифрутовых косточек номер один, да, разводим в воде и пьем и дети, и взрослые в любом возрасте. Несколько, до нескольких раз в день противопоказаний нет. Здесь не нужны сумасшедшие дозировки, средние дозировки. Мы используем эфирное масло фенхеля. Не вижу, а, наверное, не взорваю сейчас. Фенхеля и литмина. Вот они, эфирное масло фенхеля и литмина. Фенхель работает мягче. Фенхель мы можем использовать, да, с детишками, даже с маленькими детишками. Совсем маленькими мы делаем с фенхелем и кремом календула или базовым маслом массажик живота по часовой стрелке. Поверьте, работает, работает очень хорошо. Вот, но если возможен прием внутрь, значит, это прием внутрь. Фенхель – антидот всех ядов и токсинов, любых, включая алкоголь и никотин. Любые бывают отравления, да. Значит, и дозировки тогда усиливаются. Максимально 5-7 капель единовременно. Легче пить с молоком или кефиром, сразу говорю. Вот, и, конечно, большое количество воды при этом. Но фенхель работает мягко, да, мягко выводит все это. А тмин – более жесткое масло, такое серьезное, но работает великолепно. Если мы сталкиваемся, допустим, не с отравлениями, а с запорами, это уже, может, у кого-то хроническая проблема. А может, просто даже человек меняет место своего нахождения, да, поездка какая-то. Меняется там питание, все равно продукты отличаются, вода отличается, организм приспосабливается. И бывает, такая проблема возникает. Ну, скорее фенхель. Это вот фенхель, палочка-выручалочка, скорая помощь. То есть, тогда этой проблемы не будет от слова совсем. Есть какие-то вопросы по желудочно-кишечному тракту? Наталья, у нас Галина держит руку, я не совсем поняла. Она пыталась микрофон включить. Галин, включите микрофон, если вы хотите спросить что-то. Галина Манукова. Меня, наверное, не слышно. Сейчас слышно, говорите. Скажите, а если воспалился аппендицит, вот, как бы, боль в аппендиците в правом боку, что делать, а? Я поняла. Ну, здесь, конечно, нужен врач, безусловно, потому что воспаленный аппендицит может разорваться, как вы понимаете, и привести к необратимым таким последствиям. Но, чтобы было легче даже доехать до врача, чтобы убрать болевой синдром, да, немножко снизить воспаление, мы наносим либо крем-календула, либо крем-кимьян, и можно добавить наружно, то есть мы работаем наружно. И можем туда добавить масло чайного дерева, обладающего тоже вот эффектом анестезии. Благодарю, мне понятно. Спасибо большое. Наталья, включите звук. Скорая помощь, вот, интересно, при кровотечениях, то есть это может быть рана какая-то, да, дающая кровотечение, это может быть носовое кровотечение, но отдельно там у нас идут уже внутренние кровотечения, я их не касаюсь сейчас пока. Вот, мы используем, смотрите, какие масла, лаванда, чайное дерево, ладан, лимон, герань, роза, наносятся на кожу, да, нюхаются, если это носовое кровотечение. И, либо может, даже если это там нога, рука, там что-то такое, давящая повязка с этими маслами, без разведения, на базе. И эфирное масло базилика. Базилик, да, он обладает таким проостанавливающим действием, просто нужно с ним, конечно, работать осторожно, очень сильное масло, ну, от разового приема ничего не будет, то есть тоже мы его используем. Если у девочек, у женщин болезненные менструации, тоже как бы очень такой насущный вопрос, мы рекомендуем наносить на область живота, низа живота, крем-календула или крем-гимьян, и использовать следующие масла, жасмин, лаванда, гвоздика, ладан, с добавлением в эти кремы. Если эти кремы начать перед месячными, там, наносить, вообще боли может быть, но если боли уже есть, и нужно их как-то снять, я, ну, есть у нас, конечно, тоже таблетки в ПЦ, там, да, ПЦ-28, ПЦ-28, да, они хорошо очень работают при разных видах боли, то есть, пожалуйста, держите их в своей аптечке, в косметичке, в дорогу берите, но, в принципе, если будет вот такой болевой синдром в области живота, у органов малого таза, используйте крем-кимьян или календула. Вот крем-кимьян у нас как бы считается вообще от всех видов боли, кроме головных, то есть, где что болит, наносим крем-кимьян, в принципе, вот такой он, тоже как аптечка такая. Ну, и если мы добавим еще, усилим действие эфирными маслами, да, то чайное дерево, лаванда, жасмин, гвоздика, ладан, вот, то вот это состояние болезненных менструаций, допустим, это все убирается очень быстро. Следующий момент, обмороки. Кто-нибудь сталкивался с обмороками? Молчат, но бывают, да, такие тоже случаи. Что у нас предлагается? Нашатырь, нашатырный спирт. Да, дешевое средство, но не всегда, как бы, мы им, как правило, не работаем. Если у нас есть эфирные масла, у нас есть альтернатива великолепная, которая не просто снимет состояние обморока, а вернет человека в работоспособное состояние. Это масла мяты, эвкалипта, розмарина, лимона и кимьяна. Любое из, вот что есть, чаще всего лимон, конечно, мята бывают, ну, эвкалипт, да, в аптечке. Пожалуйста, значит, что нужно? Нужно капнуть на салфетку и подышать. Либо, как я уже говорила, одна капля на ладошку, растерли, вот так посидели, подышали. Если другой человек на салфетку капнули, дали подышать. Плюс обработали височную зону, да, сюда вот взяли и втерли эфирное масло. Вот выход из состояния обморока. Мы говорили, да, вернусь к теме ЖКТ, вот еще что я не обсудила. Так бывают запоры, так бывают и обратно, поносы. То, что заставляет волноваться мамочек часто, да, это бывает и дома, и в поездках, нарушения питания, какие-то там, да, нюансы. Ну, или может быть ротовирусная какая-то инфекция, или вот в море купания наглотались, там всего-всего и пожалуйста. Опять же, мы применяем экстрагрифлотовых косточек, фенхель, который я рекомендую всегда иметь в аптечке, необходимое масло. Вот, ну, также можно использовать базилик и гвоздику. Так, вопросов нет, да? Да, пока вопросов нет. Если у кого-то есть вопросы, можно микрофон включить и задать вопрос. Доброе утро, скажите, пожалуйста, а вот при травмах какой обезболивающий эффект лучше? Там вот какие-то, ну, порезы-порезы, там переломы, возможно, чем-то обезболиться. Спасибо. Да, конечно, но опять же, травма травмирозная, да, то есть бывают тяжелейшие травмы, там уже, конечно, нужны инъекции обезболивающие эффекты, но можно же не злоупотреблять этим, да, можно, ну, как бы, или пока доехать до больницы, скажем, да, вот какой-то период, все. У нас есть гель СОС, ПЦ-28, он так и называется, СОС, наносится на место травмы или рядом, вокруг, и, конечно, усиливаем эфирными маслами. Это 33 травы, это чайное дерево, это лаванда, это вот в первую очередь, да, вот, при травмах, при сильных ушибах, как бы, да, там, ну, я же говорю, травма травмирозная, поэтому бывают травмы черепа, травма позвоночника, тут мы не касаемся, но переломы это, переломы, кстати, могут не давать сразу сильных болей, вот, там быстро наступает, наверное, отек, вот, как-то так. Так, если возникает гематома при травме, да, что такое гематома? Синяк, в простонародье, да, он проявляется не сразу, но, как бы, он свидетельствует, синяк, это же по существу что? Кровоизлияние, да, вот, то есть при сильных ушибах повреждаются сосуды, мелкие капилляры, и поскольку это тоже связь кровеносной лимфосистемы, идет застой лимфы там, то есть вся эта система, вот, она откликается на очень сильные ушибы, ушибы, скажем, мягких тканей, да, вот, и, ну, естественно, болезненность возникает. Мы убираем лавандой, чайным деревом, опять же, мятой, тимьяном, можжевельником, маслом розы, вот, то есть либо в чистом виде те масла, которые я уже говорила, можно наносить в чистом виде, либо мы добавляем в крем календула, календула дает очень хороший рассасывающий эффект, календула хорошо работает с сосудами, поэтому в первую очередь мы при случае, вот, гематом мы работаем календулой и вот эфирными маслами. Если ушиб имел место быть, был случай в школе, ребенок прям по лестнице скатился, очень сильные были множественные ушибы, обработали календулой с лавандой. Гематомы даже не проявились. Во-первых, это сразу обезболивание идет, да, вот, плюс ребенок дышит этой лавандой, она успокаивает, потому что он в состоянии стресса, да, и все это даже не возьмем вообще, а ведь, ну, как бы, это неприятный момент, да, это не просто эстетически некрасиво, это и болезненно, и, как бы, длительно, да, все проходит. Так что используйте. При растяжениях, Наталья, еще вопрос, при растяжениях, если растяжение не очень большое. Ну, при растяжениях также хорошо работает гель ПЦ, работает можжевеловый крем, вот, работает смесь Blue Relief, Blue Relief, вот, то есть в основном вот это, ну, или отдельные масла можно добавлять, да, той же лаванды, чайного дерева, масло розы хорошо работает, масло 33 травы, то есть мы можем обогащать эти кремы, крем или багель вот этими маслами, то есть усиливать эффект, во много-много раз усиливать, впитывание идет быстро, человек может сразу одежду там, да, надевать, потому что вообще-то при, там, скажем, растяжении, вывихи, подвывихи, наша медицина вот рекомендует тудеи повязки. Как выяснилось, есть мнение обоснованное других медиков, как бы, да, то есть у нас медики тоже бывают в два, в несколько лагерей вот таких противоположных распределяются. Так вот, есть мнение, что такие тудеи повязки, они противопоказаны, они наоборот мешают, да, кровоснабжению тканей, нормальному восстановлению кровоснабжения тканей, поэтому мы работаем вот такими вещами. Ну, тот же можжевеловый крем дает отличные результаты, даже как бы просто ударились, помазали за счет того, что идет сильное усиление кровоснабжения в этих органах, в этих местах, и не будет даже синяка, это тоже очень важно. У нас здесь руку поднимала Ольга Соколова, случайно или вопрос, можете включить микрофончик, спрашивать, говорить. У кого есть чем поделиться, тоже, пожалуйста. У кого какие были результаты, поделитесь, вот как бы быстрым, те, кто получили быстрый эффект какой-то, вот знаете, как у меня одна девочка говорила, волшебный крем-можжевельник, помазали синяка, нет. Они по сей день уже на протяжении… Опа, календула работает точно так же, да. Календула работает точно так же, да. И еще очень хорошо работает на старт спрей. Мы про него немножко забываем. А какой результат, поделитесь, пожалуйста, Марин. Результаты замечательные. Во-первых, он здорово работает при тех же ушибах, отеках. Если еще заменить вот эту головку, у нас просто там колпачок с дырочкой, если туда одеть распылитель, то он снимает отеки. Если мелкие порезы, ссадины, можно побрызгать вот для детей, тоже проходит очень быстро. Даже вот когда кошка поцарапала, можно побрызгать. Были случаи, когда очень сильный отек колена был, человек не мог идти. Брызгается на стартом или мажется, тоже снимается боль. Потом очень хорошо убирается судорога. Судороги в ногах, в руках, в ногах, где есть. Да, кстати, крем-можжевельник тоже снимает судороги икроножных мышц. Вот на старт, можжевельник просто великолепно тоже работает правильно. Вот. Что еще про на старт могу сказать? Если вот бывает такое состояние, что у человека вот не свело ногу, а знаете, вот как будто кость не дает вот в стопе разогнуть ногу. Тоже если намазать на стартом, это очень быстро проходит. Очень хорошо для детей, которые занимаются спортом, танцами, для мышц. Ну, это вот то, что я просто... Из практики, действительно, это вот тоже такие ситуации, когда быстрое действие оказывает продукт. Раз уж мы коснулись, да, двигательной всей этой функции нашего организма, да, то часто боли в суставах бывают. И это, конечно, у нас гель ПЦ-28, крем-можжевельник, ну, иногда крем-кимьян мы используем, да, тот же самый брюль-релиф, эфирное масло 33 травы снимает боли. Добавляем эфирное масло мяты усиливает обезболивающий эффект, чайное дерево и лаванда. Это самые распространенные. Хотя и эвкалипт также работает, и розмарин также работает. Ну, вот, в принципе, вот так вот, да. Да, и если есть под рукой вот даже бальзамчик, его на то же колено, которое заболело, вдруг можно нанести. Это тоже скорая помощь. И у нас остается совсем мало времени. Я чуть-чуть хочу поговорить о сосудах. Сердечно-сосудистая система, да. Вот буквально тоже такой, ну, важный момент. Это давление, да. Надо оказать скорую помощь. Чем можно снизить давление? Быстро. Это крем-можжевельник. Мы наносим на шейно-воротниковую икроножные мышцы. Либо эфирное масло можжевельника, да, которое используется также. Дальше эфирное масло Иланг-Иланга. Это тоже многие мои коллеги знают и используют. Подышать в любом виде, да, дыхание, ингаляции. Также нанести на шейно-воротниковую. Можно с кремом-можжевельник усилить эффект и икроножные мышцы. Но мало кто знает, что снижает давление. Также лаванда, нероли, роза и шалфей. Пожалуйста, если они есть в аптечке, не кидайтесь скорее купить там эфирное масло можжевельника или крем-можжевельника. Используйте вот эти масла. Бывают случаи, когда у человека резко упало давление и нужно поднять немного. Это розмарин, тимьян, лимон, мелисса. Так, розмарин, тимьян, лимон, мелисса. И крем-тимьян, соответственно. Точно так же шейно-воротниковая, икроножные мышцы и ингаляции. Дышим. Когда давление скачет, скажем, да, нужно его стабилизировать. Мята и эвкалипт. Два масла. Да, дышим, дышим, дышим. Если у человека вдруг что-то там беспокоит сердце, вот давит, болит или даже приступ там стенокардии, да, эфирное масло мяты в чистом виде, две-три капли на область сердца в чистом виде. Буквально 15-20 минут приступ снят. Если аритмия, вот приступ аритмия, вот в данный момент эфирное масло тмина, подышать, прежде всего подышать, да, посидеть, полежать и подышать, снимется. Тахикардия. Иланг-иланг, лаванда и нероли. Иланг-иланг, лаванда и нероли. Приступ тахикардии снять. То есть тоже в практике такое было, что не успевает скорая приехать, с сердечным приступом уже справились, все нормально. Ну вот основные моменты, о которых я хотела сегодня поговорить, те случаи, с которыми мы чаще всего сталкиваемся в нашей обычной повседневной жизни, когда нам требуется быстро решить ту или иную проблему здоровья с детьми или со взрослыми. Конечно, мы в дальнейшем будем расширять наши темы, да. Еще я бы хотела провести как-нибудь прямой эфир в форме круглого стола, когда будет много участников, и мы будем делиться своей практикой, это тоже будет интересно. Ну а на сегодняшний день наш эфир подходит к концу, поэтому, ну, есть еще немножко времени. Если есть вопросы, я жду. Наталья, извините, пожалуйста, я не сначала слушала. А не поднимался вопрос при неврологиях, при ущемлениях, там, нервов, грыж, какие масла можно использовать? Спасибо. Ну, хорошо. Нет, не поднимался, в общем-то, в такой, нет. Допустим, бывает так называемая эшиалгия, да, это воспаление седалищного нерва. Очень болезненный такой вопрос. Тяжело работать с седалищным нервом, и медикам он имеет большую протяженность, разветвление, да, площадь большую охватывает. Вот, поэтому, как бы, это не только там две точечки у основания там позвоночника, нет. Вот, но, опять же, мы работаем по типу наружного нанесения, такого массажа по этим точкам, причем желательно глубокого, как бы это болезненно не было. То есть тот же самый крем можжевеловый, или крем тимьяновый, или крем календула, или гель ПЦ-28. Мы добавляем эфирные масла, смотрите, лаванда, розмарин, тимьян, гвоздика, пихта, мята, лада, или эвкалипт, ну, и чайное дерево. Вот что есть из этих масел? Можете одно, можете два-три туда масла добавить, вот, и прорабатываете, глубоко-глубоко вмассируете, потому что на самом деле, если продавливать, там будет много болезненных точек, хотя проявляется реально там одна-две. Вот, и делать это с какими-то промежутками несколько раз в течение дня. На следующий день будет уже гораздо легче, поверьте. Вот, но с грыжами скорая помощь тут никак, тут просто чуть-чуть обезболить, да, опять же можно использовать наши обезболивающие таблетки без побочных эффектов ПЦ-28, можно гель использовать ПЦ-28 и крем, крем можжевеловый, крем тимьяновый, блю-релиф мы добавляем, да. То есть, пожалуйста, местное нанесение, но это с одного раза может боль не уйти, это надо наносить несколько раз. Так, ну, я думаю, я ответила, да, на вопросы. Спасибо. При невралгии тройничного нерва то же самое, что при шалгии, да? Да, да, в принципе, да. Ну, здесь как бы больше, да, я рекомендую, ну, можно, да, и гель ПЦ мы используем, он хорошо будет работать, да. Да, вот, скорее с гелем ПЦ мы там работаем, ну, и с добавлением эфирных масел. Спасибо. Я буду заканчивать наш прямой эфир. Всем благодарна за участие. Спасибо большое тем, кто делился своим опытом, своей практикой. Спасибо за вопросы. Моя большая к вам просьба, пожалуйста, поделитесь этим эфиром со своими знакомыми, пригласите их к нам в чат «Вивасан Ростов», где дается вся информация по прямым эфирам, чтобы как можно больше людей смотрели не просто в записи, это тоже, конечно, хорошо, но непосредственно смотрели прямой эфир, потому что у них есть возможность задать свои личные вопросы, понимаете, и получить на них ответы. Я еще добавлю, само видео будет загружено позже, и, пожалуйста, давайте спасибо писать не в чатах, а ставить просто лайк видео, писать в комментариях благодарности Наталье за ее знания, за то, что она делится. Хорошо? Да, это обычная практика, конечно, то есть, чтобы не загружать чат, где дается просто информация по тому или иному эфиру, а видео, когда загружается, там уже, да, пишите, пожалуйста, комментарии, также можете задавать свои вопросы. Я жду от вас также предложений по темам эфира, я буду их принимать во внимание, естественно, я составляю сейчас план не только на следующую неделю, на месяц-два вперед, чтобы я понимала, как это будет у нас происходить, что людям интересно. Пожалуйста, я думаю, что мы расширим нашу аудиторию таким образом, и если кому-то надо, обращайтесь ко мне за консультацией. Мой телефон 8 928 121 97 79. А Вишникова Наталья, Ростов-на-Дону. Все, всем до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...